Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывайте позит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. О, 9 человек. Какие полгода? Тебе пишут, тебе говорят, понял, какие полгода? Нет, полгода. А то и больше, блядь. Я думаю, в сентябре все уже будет. Друзья, нынчики хуевые, блядь. Привет, любимый, блядь. Что нахрен. Что это, блядь, о, 17 человек. Вот это нихуя себе. Мне нравится, кстати, когда я заходил в твой эфир, ты все время просто, ты, знаешь, ну, занимаешься подсчетом просто. Ну да, мне интересно на самом деле. Че, как у вас дела, чуваки, че не спите? Это как ваш рэп. Читаете о том, как вы читаете и ведете пример. Все. Ты просил на самом деле делать вид, что тебя здесь нет или что мы незнакомы, а сам, блядь, пиздишь больше Майова. 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 Айова. Это, кстати, штат есть такой. Штат? Да. Штат. В Америке штат Айова. Есть такой. А Гайя это город? Когда будете рвать биты на Невском? Вот на самом деле с этим очень большая сложность, потому что в последнее время мы почему-то не стритуем и стритовать не планируем, мягко говоря. Но очень бы хотелось, на самом деле. Так вот смотришь эфиры Ромы Раева, проходишь там по Невскому и думаешь, блядь, неплохо. Можно, кстати, на самом деле ноунейму предложить, потому что Никитос был не против постритовать. Можно с ним выйти попробовать будет, если он захочет. Ну я помню, он даже в этом году хотел, типа. Типа, да, он сам говорил о том, что было бы неплохо. Так, расскажи что-нибудь прорвать на битах. Прорвать на битах могу, короче, рассказать, что неожидаемо было очень круто. Очень две крутых встречи прошли, в принципе, они очень, смотри, Hello Kitty. Мне обе встречи понравились. Было, ну вот на первой встрече, например, из тех, кто мне не понравился, было всего лишь, может быть, получается, из 12 команд две. А все остальное, ну типа, было... Я, кстати, вообще не видел команды, которые мне не понравились. Потому что я не был на второй встрече. Вживую именно было настолько круто, что... Как бы хуй знает. Ну типа, там даже на самом деле те, кто не понравились, они были на уровне, на уровне. То есть они относительно других были, ну, просто послабже, ну, мне так кажется. Вот. Так, пропустил вопрос там насчет, 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 насчет. Как лето проводите? Со слезами на глазах. Я даже купался в этот раз в Питере. На самом деле лето в этом Питере на удивление очень ясное, блядь, пиздатая погода. Дождей практически не было. Так, скажи, что не прорвать на битах. А, там, по-моему, спрашивали насчет, не считай собаки. Не считай собаки, охуенные типы, парни. Скоро, думаю, выйдет влог с ними. Вот. Парни прикольные. Они приехали с Набинобатом. Тусовались, тусовались здесь целую неделю. Мы много, много-много времени с ними проводили. Прикольные ребята. Вот. И рэпчик неплохой делают. Даже, можно, наверное, сказать о том, что мы с ними трек записали, только хуй знает, когда он выйдет. Да ипично, блядь, просто не надо. Ну, а что такого? Вы вечно говорите, блядь. Мини-спойлер, но они уже куплет записали, так что. Да ты, блядь, заебал разоряться, слышишь? Ну, это правда. Как тебе OG Gang? Блядь, ну как OG Gang может быть еще? Каждый день, дважды в день, в тот же день. OG Gang. Нахуй любой gang, который можно купить за деньги. Нахуй любой gang, который можно купить за деньги. Вот такая вот хуйня. OG Gang, это же классно. Здоров Мэтсел и Миттим. Миттим, привет. Когда Рене Бэй Сайфер? В этот раз не было Сайфера сорвать на битах. Мы не снимали. Да Сайфер, это уже как будто прошлый год, парни, на самом деле. Мне кажется, уже не стоит снимать Сайфера. Они уже заебали всех настолько, что как бы... Не, я бы смотрел. Ну, мне кажется, надо сделать паузу пока. Сейчас паузу не хуёвайте, более сейчас снова Миттима сорвать на битах вообще бы охуенно. Ну, не знаю. Ну, пока, короче, никто не планировал никаких Сайферов. Никто ничего не снимал. Миттим, здорово. Если я старый, то ты жирный тогда. А я знаю, и то, и другое. Димасик говорит, что он и то, и другое. Чего на 140 заявку не подавал? Я хотел, но потом просто понял, что... Ты, кстати, меня в последний день спросил, можешь сдать? А потом, на самом деле, был в последний день. Не вывезу я, наверное, заявку. Ну, типа, участвовать и там, и там. Возможно, конечно, не туда и не туда бы не взяли, но... Это всё хуйня. Так, Вова, ты же против... Так, ты же против, если твой земляк выступит своим треком? Смотря где выступит. На самом деле, похуй выступает. Чё такого? Это прикольно. Сними на видео, а потом скинь. Я заценю. Миттим говорит по факту. Будет ли реакция на трансляцию, блядь? Исла же сделал. Ну, Исла просто псих, видимо, ему больше нечем заняться. И он батлит на всех баттлах. Ну, просто, блядь, парни, у меня достаточно хуёвых баттлов было на Back to Beat. И я решил, что, ну, не стоит, не стоит, как бы, лезть туда и туда, чтобы, блядь, опять повторять эту историю. Я считаю, что нарвать на битах мы выступили намного пизже, чем любой мой баттл. Вот так могу сказать. Как выйдет видос, мы все это сами посмотрим. Вот. И там подготовились мы, в принципе, хорошо. Но это просто намного лучше. Я считаю, что нужно делать сейчас меньше, меньше баттлов и больше треков. Поэтому надеюсь, очень сильно надеюсь, что в ближайшем будущем порадую вас больше треками, чем, блядь, вот такими баттлами, как на Back to Beat. С которых, как бы, блядь, ну, я сам особо не кайфую. Минутка честности. Где-то плачет один квит. Где-то плачет один Мэтсел, блядь. Который, возможно, бы постарался, если бы. Не. Так, у нас с Рапулю рэперы завелись. Нихуя себе. Это прикольно. Так, Вова, тебя МСШЛ ищет. Блядь, я очень за него рад. Пусть позвонит, если он ищет. Спасибо. Охуеть, как он ищет, блядь. Настолько ищет, что даже, блядь, не соизволил позвать. Артур или Диманста? Ну, конечно, мы будем болеть за Артурчика. Как еще? А. Больше батлов и больше треков? Нет-нет-нет, позиция. Меньше батлов, но больше качественных батлов. И меньше, ой, и больше треков. Потому что треки некачественные выпускать, наверное, не получится. Ждем треков, Вова. Да-да-да, скоро будет. Скоро-скоро. Ну, я думаю, к сентябрю я закончу один проектик, и вы его услышите. Он выйдет в свет. Я уже пообещал, так что, значит, надо делать. Бирдас годнее Джанки Кэта делает под те биты, ты бы делал топ. В смысле? Я что-то просто не помню, что тебя под биты Бирдаса читал. Набинабад, здорово. А что-то я не видел, чтобы Набинабад зашел. Что? Здорово, старичок. Вова Чайна Таун в натуре историческую поебень оформили. Ну, не то, чтобы прям историческую, но они сделали охуенно. Охуенно сделали. Я просто, ну, типа, сложно оценивать именно сейчас, потому что в тот момент я не настолько слушал, насколько просто, ну, типа, было прикольно. Вот. А как уже будет, это нужно смотреть именно по видосу. Вот OJ Gang. Легендарный батл получился с пацанами, с казахами. И Manerix. Manerix с нищетой охуенно. Если бы еще Яр прям был такой же мощный, как Шиш, было бы прям очень круто. Ну, просто, видимо, там что-то так, я так понял, у него там не пошло с этими сенейрами, поэтому... Не знаю. В общем, ну, блядь, Шиш вообще пиздец. Я смотрю его раунды и охуеваю. Очень круто сделал. Это я написал Алешу, блядь. Шел. Изыди, нахуй. Так, привет, бро. Здорово. Мне на бинобат написал текст. Это надо выдавать, как часовой флекс. Когда твой батл выйдет, капец, жду. Мы пока не знаем, как будет вообще выходить там дальше, рвать на битах. Ну, это, блядь, 12 батлов пацанам нужно выпустить, получается. Трек дома охуенный, только лайвом лучше. Может быть, может быть. Мне не очень нравится, на самом деле. Минус там хуйня. Я бы сам не стал бы такой минус читать. С кем, возможно, фиты в будущих треках? Мой менеджер говорит мне, что нельзя сливать такую инфу. Следите за импой в официальной страничке. Да, да, которой еще нет до сих пор, блядь. Так, вы в каком цвете выступали? Мы были в первой группе. Это, по-моему, красный цвет, если я не ошибаюсь, да. Вот, так что. Что такое OG? OG – это лайфстайл. OG – это религия. В личку в ВК видосы скину и в директе жди. Да, давай, ништяк, чувак. Давай, давай. Привет, Рубероид, 19. Привет, Рубероид. Я из Мурманска, но Яр соснул. Бля, бля. Вот такое, блядь. Блэ. Яр под наркотой был. Ты видел его зрачки? Да, я видел его зрачки. Но мне кажется, просто ему тяжело было на самом деле. Бля, павел Александров, привет, Сыжевская. Еее, здорово. Я твой Панин. Спасибо. Плиз, улыбнись, скажи, что тебе не больно там. Нихуя, чувак, ты че, блядь. Это же вообще, типа, раритерная хуйня. Будешь на мейнах на 140? Ну, нет, я думаю, что не буду. Ну, мы с Эдиком обговаривали один батл, но это еще вообще не скоро, пиздец, как. Возможно, к тому времени, когда Эдик вообще назреет, типа, уже не будет смысла в этом батле. 12 батлов, 12 недель. Ты с Ромычем почти последний, что ли. Это неизвестно, я вообще не знаю, типа, когда мы будем с Ромычем, потому что, короче, вообще нет еще никакой инфы, чей не молчит по поводу того, кто прошел, по поводу того, как будут батлы выходить дальше. Короче, никакой инфы даже, типа, у нас, парни. О, Виктория, приветики. Привет с Украины, с Николаевым. Рэп Перископ это записывает. Где купил леденец кожаный? На самом деле, с этим леденцом кожаным пиздец история. Его купил загубный Майк, потому что он был в центре, и у него было время как раз-таки зайти и купить эту хуйню. Я его попросил, я его, собственно говоря, купил вот этот, блядь, кожаный леденец. Это на самом деле был, типа, леденец, как петушок, знаете, там раньше был вот такой, типа, сосательная конфетка, блядь. Так что, вы до этого с загубным виделись вообще? Нет, нет, нет. То есть первая встреча и он мне вручил член, да, получается так. Нахуя с Кири подал заявку на второй сезон? Ну, возможно, блядь. Разъебывать. Разъебывать, да, чтобы показать, что бедный белый это охуенный тип. Алло, я тебя с восьми лет знаю, слушаю с 2012-го. Диман, у тебя конкурент. С 12-го? А, да. Зачем Гоукила баттлит с Димастой? Ну, это, блядь, наверное, нужно его спрашивать, а не меня, я хуй знаю, чтобы, чтобы был баттл. Денис, хоры бухать, пишет мне. Денис, блядь. Отъебись, кто ты, нахуй, слышишь, блядь. Вообще все правильно говорит так. Мы не бухаем, мы чуть-чуть пьем. Отвратить, если. Так, походу будет, так, проход будет известен, когда все баттлы выложат. Может быть, может быть раньше, скорее всего, даже раньше все это будет известно, но, блядь, никто пока об этом не знает. Когда будет новый трек, а то надоело Рэббит, Рэббит сам переслушивать. Вообще-то, Рэббитран, вот, и будут, будут, будут парни скоро, скоро, скоро. Вот сейчас без всяких обнадеживаний, по факту, скоро все будет. Хочу подогнать этот леденец. Ну, это, блядь, наверное, нужно покупать в каком-то этом. Я так думаю... В непристойном магазине. Ну да, типа, розовый кролик, что-нибудь такое. Коричневый мякиш. Вы же общаетесь, типа... А это, я не понял, это ты про Гоукилу спрашиваешь? Или что? Так, если бы колпак вышел на баттл, и ты прошел отбор, кого бы ты разъебал? Я не знаю. Вообще всех. Всех, всех бы, конечно, разъебал. Любого нахуй. Почему Валя Вальчинский так много жрет, блядь? Да я ебу, что ли, блядь? Красавчик. Он живет. Ну, в смысле, что он много жрет? Он выкладывает по 4 истории где-то в день с едой, блядь. Мне кажется, нормальный человек столько и жрет как бы в день. Скири топ-1. Я помню, у тебя не паду на колени, я приду с кэпом рекламу делали... Было дело. Было дело. Где пройдет баттл, киллы и демасты? Ебаный в рот на 140 BPM. Есть же афиша. Есть же место проведения. Вот там написано, где это должно быть. Где написано, там и будет. На какой площадке, блядь, на 140 BPM. Как новое место 140? Не знаю, вот честно, я не особо понял. Не особо понял, но мне, мне вот, если честно, мне в Грибыче было как-то... Пускай более дискомфортно, но там, да, там была атмосфера, там было пиздата. Не, мне понравилось, мы вместе. Где можно недорого купить норм шмот? В группе, ясно. В группе, ясно, да. Есть недорогие футболочки, кстати, пиздатые. Мы с тобой лично знакомы, а ты, походу, забыл. Ну, чувак, я просто по твоей аватарке не могу понять, возможно. Ты в СПБ? Да, Олежий, я в СПБ. Ты где? Ты приехал или что? Кила или Димаста? Ну, я думаю, Кила разъебет. Почему Рацмин задыхается? Вот это вот вопрос к его другу. Здесь друг Рацмина. Он мне больше не друг. Я посмотрел этот батл. Был ли я на отборе 140, да, парни? Я был на отборе 140. Вайпхантер или шум? Ну, наверное, все-таки шум сделал. Сильнее, я думаю. Да, я тут, а что ты, Олежий, где живешь-то вообще? Что, или напиши мне там в личку, может, ВКонтакте. Хули здесь-то переписываться. Почему? Ясно. Скриты в ближайшее время будут? Я не знаю. Все зависит от Ромыча. Если Ромыч не будет занят, то будут. Просто Ромыч открыл свой бизнес. Продажа футболок. Да. И ему сейчас некогда. Он занимается именно раскруткой и составлением бизнес-стратегии. В Питере всегда ясно, парни. Каждый день, дважды в день. В Питере ясно, блядь. В Питере, наверное, 30 минут. Так-так, из стритов еду в Питер. Ты волос поджог? Нет. Пахнет глазами? Нет-нет-нет. Жжунами. Ну, кстати, для этого... Ну, может быть, что ты поджог, хуй за ним. Да вроде нет, блядь. Так, у Рената пока неизвестно, насколько я... А так ты в Купчино, типа, или что? Когда влог на канале ясно? Пещать скоро. Парни, скоро, да. Скоро. Ну, возможно, и никогда. Уже ясно, кто в финале будет батлить. Ну, нам-то, конечно, ясно. Ёпта. В финале чего? Ну, я ведь Буш-то. Всего. Розыгрыш футболок. Розыгрыш футболок же парни был. Мы недавно отправили две бесплатные футболочки. Забатлил бы с Набинобатом. Да, возможно, бы и забатлил, но просто это опять получается батл ради батла. Типа, ну, нахуя его делать. Мы с Набинобатом можем просто на хате вот посидеть и побадлиться, пофристайлить. Финал рвать на битах муждей вроде ясно. Ясно, блядь. Ты когда в Сарапул приедешь, я тебя жду, а ты, а ты. На международный. Слушай, так мы здесь недалеко, типа, у тебя же там, я так понимаю, пересечение Славы и Будапештской, да? Вот вы пиздоболы в ВК написали каждый день в группе видео. Чего? Каждый день нету такого, что в группе видео. Как тебе парт шиша нарвать на битах? Он охуенный. Короче, Олежа, а мы недалеко. Мы на пересечении Бухарецкой и Дунайского. Но это, короче, от тебя где-то, ну, блядь, ну, полчаса пешочком. Сто рублей на такси. Сто рублей на такси. Приезжай. Баттлы ради баттлов, там диктатор случайно не рядом. Нет, диктатора нет рядом. Диктатора тут, бойся, меня сопля, кривпа, турбо, друг. Восемнадцатого приезжаю в Питер, встретишь меня? Конечно, встречу. Забаттлил бы ты с КПСС, блядь. Я бы, конечно, забаттлил, но просто смысл какой нахуй в этом вообще, типа, чтобы... Ну, нахуй ему этот баттл вообще, блядь. OG Gang или Top Flow? OG Gang. Каждый день. Дважды в день. В тот же день. В Питере, ясно. Здесь предыдущая хуйня вообще. Ну, типа, максимально простая, поэтому так. Эй, ты, Толчини. Антонио Толчини. Привет. Макс Тогучини и Антонио Толчини. Димас, ты GoKilla. Кто? GoKilla. Изи, изи. Вообще-то Узи, Узи. Владимир Узи, понял? Узи Gang. Диман, ты в Узи Gang? Нахуй левой гэнг, который мы за ним поделим. Узи Gang. Смузи Gang. Струзи Gang. Лил, Узи. Давай сюда, Юля, мажется. А Юля, что с тобой? Там же, здесь же живет, или что? Ты с Ромой? Нет, я с Димой. Дима лучше. Зазнался, сука. Ага, пиздец, зазнался как, блядь. Сижу вот и думаю, как бы нахуй от фанатов отъебаться тут, блядь. Эй, как подняться, если ты Артем Плэдс Блэк? А все, пиздец. Как бы уже никак, мне кажется. Мне кажется, или некий Бошкин мог певцом стать он по стилю, как Маша Хима. Хуй, я тебе... Да не, мне кажется, нет. Мне кажется, нет. Я бы услышал этот фит, короче. Типа, ноунейма с Химой? Да, это был бы актуал. Да, был бы охуенный, мне кажется. Бойца встретишь? Привет из Сестра Рецка. Как тебе Тимми и Сол? Да, охуенный парень, блядь, я уже говорил. Хочешь батл, пацаны скажут какой. Потом не забудь налить оппоненту за упокой. Ебать, блядь, помню, конечно. Как тебе выступление Крам Склад? Блядь, вау, Крам Склад охуенный парень. Ты все помнишь? Крам Склад это загубный майк. А, меня не было. 1, 2, 4, это Гучини или Сарафон. Да, сложно. Ты где, Пирсова спрашивают, блядь. Ответишь ей? Мы рядом. Мы рядом. Часто подходит фоткаться. Каждый день, дважды в день, в тот же день. Подходит фоткаться. Бля, у них официальные хуйни. Голос улиц зашкварь ебаный. Ну, возможно, блядь, есть что-то в этом. Да, я сразу это говорил. Напиши в ЛС. Так, блядь, Олежа, мне завтра, короче, с утра вставать. Типа, если бы вы приехали, то было бы заебись. А если бы, как бы. Так, вот, демо И9530. Не бери в Инстаграме, посмотри, кто это. Мне кажется, что это один мой хороший. Хороший, но, может быть, это и не он. Че, нахуй послали? Нет. Скоро в Питер приеду. Мишаня, заебись, давай, приезжай. Демо И9530. Видел пиху от вайпа? Да, видел, но еще не успел, короче. Демо И, Демо И, Демо И, Демо И, Демо И, Демо И, Демо И9530. А, это бойцуха? Да, да, да. Пес, а хули ты сразу не сказал, что это ты, блядь? Ты Вова заебал, ВЛС игнорит. Блядь, да я просто стараюсь, ну, типа, блядь, не читать вообще это ВКонтакте, эти сообщения ебучие. Лучше в Инстаграме пишите. Текст против Трейса точно писал под звуки сломанного крана на кухне? Конечно, конечно, иначе никак. Видел клип вайба? Да, видел, мне понравился так-то на самом деле. Он, конечно, такой немножечко как стишочек звучит такой, ну, может быть, в этом есть какой-то свой прикол, но он, тем не менее, заедает. Играешь в Farface? Нет, не играю, играю в Counter-Strike. В Counter-Strike бы поебашил. Вайб Врун выпустил только EP, а осенью альбом. Ну, так ладно, хуй с ним. Главное, что выпускает же. Типа, подкармливает своих подписчиков. Это лучше, чем, блядь, ничего не делать. 18-го переезжая в СПБ, да вы охуяли, вы всем сараполом сюда решили переехать. И чё ты где, как, с кем будешь? Привет, красавчик. Приветики. Пистолетики. Какое звание? Сиэс Джо. Что, блядь? Не особо понимаешь, честно. О, Олеся. А чё ты решил переехать? Слышь, у тебя же там, блядь, дети, жена, все дела. О, Сазонов, блядь. Весь сарапольский гейнг собрался, нахуй. Приветики. А почему вы диссели X-Temple? Там же ваш судья Микки Маус. Где судья? Нарвать на битах ничего не судилось. И, типа, блядь. Да, короче, типа, кто-нибудь в теме? Мы были... Мы были... Был такой батл, питбуль батл. И мы где-то там в шестом или седьмом раунде были против X-Temple. Это был трек. Об этом не говорят на районе вслух. Ух! Кто из вас евнух, а кто петух? Евнух и петух. Евнух и петух. Честно, не ебул. Кто из вас двух? Это с ноунеймом мы участвовали. Вот. И, типа, против нас были X-Temple. А у них был чувачок, который сейчас очень известный, кстати. И он на этом, на голосе у Тимати там был. Как его? Голос у Тимати. С этими, с дредами. Который сейчас пил. Да, 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 да. Как его, как его, вот. Забыл, короче, вот он у них был. И, типа, был батл, то есть мы против X-Temple. И, собственно, вот. Поэтому мы их диссели, потому что у нас там был мини-бифчик такой. Ну, не, ну, мы нормально общаемся с пацанами, на самом деле. Так, кто-то принял заявку. Подал заявку на... Запросы. Отправили запрос на участие в прямом эфире. Сашка? Сашка, ты хочешь поболтать? Как тебе в Питере... Как тебе в Питер, переедем, тебе ясно? А, всех тебе в Питер, переедем, тебе ясно. Бля, да, конечно, ясно, пиздец. Переезжайте все. Ты петух, бля, да ты... Да нахуй. Скудеру отстроили. Я тебе видосы скину в ЛС после эфира, посмотри. Окей, я посмотрю. Что-то мне тут не хуя не ясно. Так, надо сигарету, короче, покурить, наверное. И пора уже, наверное, заканчивать этот трёшь-менёшь-пиздёшь. Удвиж-паришь. Кстати, у Кемпеля есть такой проект, Ладрунер. Если кто не слышал, можете послушать. Первый уже альбом вышел, там участвовал Макс Кири. Вот. И сейчас он занимается тем, что, короче, он мутит второй Ладрунер. Суть проекта, там, короче, Кемпель со всеми своими кентами делает просто треки. Просто скидывает в Камфу, кто хочет, залетает. Вот. Я уже успел на два трека залететь. Он тоже, кстати, планируется осенью выпуститься. Так что... По возможности я там буду стараться принимать участие в каждом треке. Когда уже звездой станешь? Бля, Сашка, вот не знаю, когда-нибудь стану, наверное. Ну, в принципе, как бы я к этому не стремлюсь, похуй мне. Вот скажи, бля, буду, если не посмотрю. Нет, я не скажу, потому что, возможно, я ими посмотрю. Как думаешь, Молдову пройдут нарвать на битах? Вы-то точно. Откуда ты знаешь, мы точно пройдем или нет? Ты был там живую? Нормально, с вопроса съехал. Я не знаю, пройдут ли Молдову, но, по идее, должны проходить. Не виделись три года. Бля, боец, ну ты просто пес, потому что... Возможно, поэтому. Ну, чувак, если мы пройдем, это будет очень охуенно. Дальше мы будем делать еще пизже. Ебать. Че там? Да... Ничего. Возможно. Кого было самое слабое выступление нарвать на битах? Ну, Молдову, конечно. Классик. Радсмин. Плэцблэцк. Плэцблэк охуенно залетел на бит. На самом деле, да. Кстати, Тёма прямо подрос, у него чувствуется техника. Что вот он именно в плане техники, не в плане, там, текст или еще чего-то. Вот. А именно в плане техники он хорошо именно застелил. Но только вот не попал в бит немножечко. Да, это грань. Там, блядь, в конференции по этому поводу так пиздец шутили. Столько всяких картинок скидывали, типа, когда Плэцблэк не попал в бит. Студентики. Студентики, да. Студентики, это тоже охуенная тема. Держим кулаки, чтобы прошли. Да, да, мы тоже держим, блядь, все, что можно. Псов на привязи держим. Если ты хочешь кулачь, ты хочешь кулачь. Ты хочешь кулачь. Ясно. Ясно, привет, пти. В виде псов. Когда ты видишь моих птиц на бит, ты чувствуешь. Ясно. Смотрю твои баттлы, я хуеваю, как ты разъебываешь, да? Угу, пиздец, прям разъебываю. Тотальный разъеб. Тотальный разъеб. Какой ранг в кс? Чувак, я играю в кс 1.6 на пиратке, как бы там нету рангов. Я, типа, играю постоянно на, как, ну, типа, блядь, на разных серверах. Видел бы ты охуенный реакцию за Б на этот охуенный залет БТ, так мы видели эту реакцию. Мы подписаны на его канал. Студентики. Студентики. Ладно, парни, наверное, буду я завязывать с эфиром. В общем, всем хорошего вечера, ночи, дня там завтра. И ждите. Я думаю, что в скором времени Вова наконец-то вас начнет радовать. Так что всем пока. Блядь, что это? Как завершить? И все.